Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов этой конференции за приглашение, за возможность сделать пленарный доклад. Я очень рад был наконец оказаться в Казани. Казань – это первый центр российского востоковедения. Отсюда началось преподавание восточных языков. Здесь занимались крупнейшие исследователи, востоковеды. Для меня, как для историка Древнего Востока и для сериолога, особую роль играет Казань, потому что здесь родился Вильгельм Диттель, совершенно замечательный человек. Он окончил первую казанскую гимназию, потом он учился в Казанском университете. Он в дальнейшем работал в Санкт-Петербургском университете. И от университета он был послан на практику в Персию, в Османскую империю. И там он принимал участие в только-только тогда начавшихся раскопках Ассирии, первых ассирийских городов. И именно этот человек, Вильгельм фон Диттель, можно сказать, на кончике пера, угадал, открыл ассирийский город Кальху. По надписям на нескольких кирпичах он смог понять, что здесь должен быть новый ассирийский город. И вот этот замечательный человек он разослал оттуда, из Вавилона, где он тогда находился, письма всем крупнейшим английским ассириологам, археологам, которые тогда копали, и призвал их сосредоточиться на обнаруженном им участке. К сожалению, эта история имела самое печальное продолжение. Диттель вернулся в Казань на каникулы, и здесь он умер от холеры. Ему был 31 год. Но мы всегда будем чтить его как основателя российской ассириологии. Мой доклад будет состоять из двух частей. В первой части речь пойдет о древневосточных архетипах императорских титулов Петра Великого. Во второй части речь пойдет о вавилонском мифе российской государственности. 10 сентября 1721 года между Россией и Швецией был заключен нештатский мир, который завершил Северную войну, продолжавшийся 21 год. Россия получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. Во знаменование этого события Сенат и Сенат решили преподнести Петру Алексеевичу титул императора Всероссийского со следующей формулировкой «Как обыкновенно от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти вечные роды подписываны». 2 ноября 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, а затем зачитан текст заключенного со шведами мирного договора. Феофан Прокопович выступил с проповедью, описав все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться «отцом Отечества, императором и великим». Вслед за этим к царю подошли сенаторы. Канцлер граф Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул «Отца Отечества, Петра Великого и императора Всероссийского». Вот каждый из этих титулов имеет свой древневосточный прототип. Слово «император» образуется от латинского глагола «повелеваю» – «правлю». В средневековой латыни отождествлялся с терминами «военачальник», «полководец». Со времени римского императора Августа титул императора начал приобретать монархический характер. Можно сказать, что впервые в исторических источниках прототипы титула «император» встречаются именно в шумеро-аккадских текстах. Это шумерская «Энн», «Бэлюм», «Господин», «Владыка». Изначально «Энн» – верховный жрец главного городского храма, совершающий обряд священного брака. Отсюда происходит абстрактное существительное «намэн», «бэлютум» – «господство», «власть». Откуда, в свою очередь, из Акадского в шумерский «бэлюда» – «парцу» – «порядок», «обряд», «ритуал». Древневосточные источники показывают, что существовали изначально три источника власти. Первый – это священный брак, власть через потенцию. Второй – это власть через управление территорией. И третий – это власть через обеспечение ритуального порядка. Но, говоря об императорских титулах, мы должны задуматься о том объеме, семантическом, который мы вкладываем в слово «империя». И тут я хочу сказать, что слово «империя» в англоязычной и русскоязычной науке принципиально разное. Империи – это политические единицы, состоящие из нескольких территорий и народов, обычно созданные путем завоевания и разделенные между доминирующим центром и подчиненными перифериями. Именно такое определение «империй» встречается в англоязычных научных трудах. И с этой точки зрения, когда мы читаем труды историков Древнего Востока, английских, американских, то Акадское государство, государство Хамурапи, Египет Тутмоса III в западной исторической науке называются «эмпайл». Но в русскоязычной науке «империя» имеет совершенно другое определение. Прежде всего, это касается трудов по теории «империй», которые были написаны Игорем Михайловичем Яковлевым и Владимиром Ароновичем Якобсоном. «Империя» – сверхцентрализованное государство, которое непременно должно погрывать несколько крупных регионов. У империи существует четыре признака. Первый – это деление на митрополию и периферию. Второй – это общая денежная система. Третий – это официальный язык. И четвертый – средства производства и предметы потребления производятся в одном государстве. С этой точки зрения, первой империей является ассирийская. Далее идут персидская, селевкидская, римская империи и так далее. И согласитесь, что в сравнении с определениями англоязычной науки это нечто совершенно другое, и мы отсчитываем государство имперского типа именно от ассирий. Разумеется, мы находим в источниках Древнего Востока и термины для расширенной власти. Это шумерская люгаль, шарру, военный вождь, впоследствии царь, фактически лидер объединенной военной группировки, союза городов. Это отсюда происходящее абстрактное существительное нам-люгаль, шарруту – царственность, царская власть, власть над огромной территорией. Это представление о том, что царственность является магической силой «мы», и, следовательно, она имеет сакральный характер. В шумерских царских списках царственность, царская власть показана как переходящая субстанция. И именно тогда, в конце третьего тысячелетия, возникает идея трансляции власти к городам, сперва городам, а затем правителям. Впервые это именно в шумерских царских списках. Но существуют и шумер-аккадские титулы для обозначения абсолютной власти над пространством. Есть титул «Лугаль-Киш», который имеет аккадский эквивалент «Шар-Кишити», «Царь множеств». Его можно сравнить с древнееврейским именем, собственно, Авраам, «Отец множеств». Есть термин «Шар-Кибра-Тарбетти», «Царь четырех углов», это «Царь четырех стран света». И, наконец, «Шар-Гимри», «Царь всего». Все эти титулы, кроме второго, они характерны как раз для государей Ассирийской империи. Ассирийская империя – это уже время, когда происходит формирование концепта абсолютной власти царя над пространством. Гораздо более интересен титул «Отец Отечества» – «Патер-Патрия», древнеримский почетный титул, жаловавшийся сенатом за выдающиеся заслуги перед республикой или империей. Впервые этот титул был пожалован Цицерону за заслуги в подавлении заговора Кателина. Вторым обладателем титула стал Гай Юлий Цезарь, и затем этот титул сенат присудил наследнику Цезаря – Октавиану Августу. У этого титула существует аморейско-вавилонский прототип – «Шумерская Адда Кур Марту», «Акадская Абу Амурри» – «Отец Амореев». Первым этот титул носил Кудур-Мабук, основатель династии Ларса, человек, по-видимому, эламского происхождения. В середине XIX века в его надписях появляется сперва титул «Отец племени Ямудбала» – это одно из аморейских племен, а затем этот титул сменяется титулом «Абу Амурри» – «Отец всех амореев». Далее этот титул переходит к Варетсину, Римсину I, то есть он переходил по наследству правителям Ларсы, а на 1932 году правления Хамурапи этот вавилонский царь захватил Ларсу и внес титул «Абу Амурри» в свою титулатуру. Еще несколько ранее функция аморейского старейшины встречается в текстах Третьей династии Ура. И там мы видим его в двух основных значениях. Это руководство родами племени в условиях кочевой жизни и организация сбора налогов в пользу царя в городе. Интересен также аккадский прототип дарования титула для правителя. Мы знаем староаккадскую надпись XXIII века до н.э. о даровании титула бога города царю Аккада Нарамсуэну за военные заслуги. И вот в этой надписи буквально сказано, «Когда страны света все четыре раза восстали против него, то благодаря любви, которой Иштар возлюбила его, в девяти сражениях за один год он одержал победы, а царей, что выступили против него, пленил. За то, что в годину бедствия мощь своего города он утвердил, граждане города его у богов, далее перечень богов, в качестве бога города их, города Аккада, и спросили. И посреди Аккада храм они ему воздвигли. Кто надпись это уничтожит, тому все боги эти, корень его вырвут, семи его истребят». Таким образом, мы видим, что предложенная Феофаном Прокоповичем и принятая сенатом титулатура Петра имеет очень древние корни, не только римские, но и шумеры Вавилона Амарийские, и каждый из титулов связан с конкретной сферой деятельности. Император – это хозяин территории и предводитель ее войска, «Отец Отечества, патриарх, отвечающий за воспроизводство рода и за сбор налогов в пользу центральной власти». Дарование этих титулов, как и в древнем Аккаде, связано с военными заслугами правителя и с объединением множества земель в новую территорию под эгидой митрополии. «Великий» – вот этот третий данный титул шумера-вавилонских аналогов не имеет. Известны в шумер-аккадских источниках только эпитеты типа «Царь великий», «Царь могучий», «Шару рабу», «Шару данну», которые не содержат характеристики данного царя как исключительного существа, а могут быть даны всем царям вместе с их титулом. Вполне возможно, что «Великий» – это потестарный аналог древневосточного титула «бог страны», но это гипотеза. Теперь почему мы ищем для Петра и его имперской власти древневосточные, в частности, месопотамские архетипы? Это происходит потому, что нам известна трансисторическая связь Руси и древней Месопотамии через образы и идеи Ветхого Завета, а затем и через греческие сочинения Геродота и Диодора. И вот теперь во второй части моего доклада я коснусь вавилонского мифа происхождения российской государственности. Первый образ, который мы видим в этом аспекте – это Новохудоносор. Новохудоносор известен уже из «Повести временных лет», а еще ранее Новохудоносор был известен из перевода летописи Георгия Амартала IX века, который был сделан через три столетия. И Новохудоносор – это чрезвычайно важная фигура, как говорит Нестор. И Новохудоносор был законоприступен, но ему также было открыто будущее многих поколений, тем свидетельствуя, что многие, имеющие превратные понятия, еще до пришествия Христа творят знамения, непособственные воле на прельщение людей, не знающих доброго, каков был и Симон Волх, и Минандр, и другие такие же, из-за которых, и было справедливо сказано, не чудесами прельщать. Важно, что Новохудоносор, конечно, это образ из книги Даниила, и он в потестарной древнерусской идеологии характеризуется тем, что он олицетворяет собой духовный путь правителя – от гордыни и язычества до признания над собой власти Господа. Чудесное спасение отроков из огня вавилонской пещи, спасение Даниила в альвином рву, отлучение от царства, последующая ликантропия и помешательство Новохудоносора, его исцеление заканчиваются страстным монологом прозревшего вавилонского царя. Ныне я, Новохудоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. С конца XV – начала XVI века в древнерусской литературе появляется сказание о Вавилоне Граде, которое представляет собой, по сути, развернутую идею Москва как Третий Вавилон. В тексте самой ранней версии сказаний о Вавилоне трое посланцев царя Василия, Русин Лавер, Грек Гугрий и Абежанин Яков идут и спросить знамений у трех святых отроков – Анании, Азарии и Месаила. И, встав, они пошли. Царева же палата была у часовни, и когда они вошли в цареву палату, увидели они одр, а на нем два венца – царя Новохудоносора и царица его. Они же, взяв их, увидели грамоту, написанную греческим языком. Эти венцы сделаны были, когда царь Новохудоносор воздвиг золотого идола и поставил его на гералмесском поле. И были те венцы из сапфира, изумруда, крупного жемчуга и иролийского золота. Досели венцы эти были сокрыты, а ныне молитвами трех святых отроков должны быть возложены на царя богохранимом Василии и блаженной царице Александре. Как пишет крупный исследователь этого цикла Дробленкова, цикл сказаний о Вавилонском царстве формируется из легендарных повествований о вавилонских царях, о Новохудоносоре и его сыне Василии Новохудоносоровиче, об Артаксерксе, Мемвроде и Иоанне. Произведения этого цикла создают легендарную генеалогию первых царей Вселенной, рассказывают притчи о рождении царя Новохудоносора, о происхождении его имени, об избрании на царство и о женитьбе его сыне, о строительстве града Вавилона, о создании вокруг Вавилона городского вала в виде огромного глиняного змия и об изображении на всех вещах змеиных знаков, печати, о причинах запустения Вавилона, в котором ожившие змеи поедают жителей всех до единого и последним царя Новохудоносора. От Великой династии вавилонских царей остаются только царские венцы. В поздних сказаниях о Вавилонском царстве, возникших в годы крестьянских войн начала XVII века, смуты и утверждения на царство династии Романовых, рассказывается о том, как византийский царь дарит добытые в Вавилоне царские регалии, в числе которых оказывается уже и шапочка Мономаха, великому киевскому князю Владимиру Мономаху. В монографии «Русский болевой эпос» Иван Николаевич Жданов находит несколько византийских и древнерусских сюжетов, которые могли стать прообразами сказаний о Вавилонеграде. Это Александрия, поход Александра в необитаемый дворец Семирамиды и затем в Индию. Это женитьба в Ольге на Вавилонской принцессе и поход в Индию. Это поход святого Георгия в Индию и борьба со змеями. Это упомянутый в житии святого Кира и Иоанна Александрийский епископ Аполлинарий, который строил храм в честь вавилонских отроков, уцелевших в огненной печи, и послал благочестивого мужа с грамотой к святым, прося их дать для храма частицы мощей. И, наконец, самое главное для нас – это сообщение XIII века Антоний Новгородский, книга «Паломник», где сказано «Той же царь Корлей взял грамоту в огробие у святого пророка Данила и переписал юг философски «Кому же быть царем во Цареграде? Да где же и стоит Царьград?» Все эти сюжеты заслуживают внимания, но строка из Антония стоит особняком. Даниил жил в Вавилоне при Новохудоносоре II. Он был пророком Кира и Дария и предсказал приход Христа. Его могилы находятся либо в Сузах, либо в Масуле. Корлеем в тексте Антония назван византийский император Лев VI Мудрый, сын Василия I Македонянина. Однако царскую грамоту он взял у захоронения пророка Даниила в Цареграде, поэтому, скорее всего, имеется в виду Даниил Столпник, названный по имени Древнего Даниила. Контоминация двух Даниилов для мифа обычное дело. Древний Даниил жил в Вавилоне при Новохудоносоре и потому хорошо годился для легенды о передаче власти от Вавилона к Цареграду и далее к русским царям. Таким образом, можно сказать, что легенда происходит из контоминации трех ключевых сюжетов. Это поклонение мощам отроков в Вавилоне и передача этих нищей благочестивому мужу. Это память об Александре Македонском, столицей которого был Вавилон. Это сообщение Антония о грамоте Даниилу Столпника, данной Леву VI при посещении его гробницы в Цареграде. К ним добавляются многочисленные сбоеборческие сказания. Дополнительным аргументом связи всего сказания с культом трех отроков служит факт вписывания его в XVI веке в Великой имени Ичетии на 17 декабря, день поминовения Анании, Азари и Месаила. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на легенду о происхождении Новохудоносора и на имя Новохудоносора. Жданов цитирует Азбуковник, в котором сказано «Новохудоносор прокаженный, ноу – сова, хода – коза, носор – прокаженный». Но это абсолютнейшая, конечно, белибердаст с точки зрения истинного имени Новохудоносора. Новохудоносор – это набу-кудури-утсур, что в переводе с аккадского означает «набу, бог набу, храни наследника». Но люди, конечно, в древности об этом не знали. Вавилонского царя изображают найденышем. Сообщается, что во время мурового поветрия вавилонский царь Аксеркс изгонял из города в лес людей с красными пятнами, и среди этих людей были умершие родители будущего царя. Мальчик был спасен совой и козой, и потому дебил назван таким именем. Когда Аксеркс умер, то в результате испытания Новохудоносор был избран царем Вавилона. Новый царь повелел всем поклоняться змею и учредил знамени змеи и на храме, и на оружии, и на всех предметах своего дворца. Для себя же он велел изготовить меч-оборотень по имени Аспид-змей. Этот меч-самосек сам вылетал из ножен и рубил врагов, а потому был опасен, и Новохудоносор приказал замуровать его в городскую стену. Однако после смерти отца его сын Василий вынул меч из стены для битвы с сильным неприятелем. Вероломный меч внезапно отсек царю голову и порубил многих воинов, а все изображенные на предметах и в храме змей не менее внезапно ожили и пожрали вавилонян. Вавилон опустел, вокруг него разлегся огромный змей, ожившее каменное извояние. Так погиб Вавилон, поклонявшийся змею и нарушивший Отеческий завет. Ну вот мы видим довольно большое количество вариантов имени Новохудоносора, которые я показываю. С одной стороны, это древнерусское имя, найденыш. Далее немцы 18 века производили его из славянского языка и считали, что это царь, поставленный небом, небугодный царь. А Мицкевич, такой автор, профессор из Парижа во времена Крымской войны, он полагал, что небугодный царь – это русское слово и означает оно нет бога, кроме царя. Я хотел бы обратить внимание на шумеро-аккадские мотивы в древнерусских сказаниях о Вавилоне. Это удаление заболевших инфекционными болезнями из города, идея дарования царской власти городу, а не царю, идея перехода царской власти, змеиные знаки на всех предметах, возможно, это клинописные знаки, змей, охраняющий город и храм, паломничество за источником вечной жизни и мудрость, обретаемая на этом пути. И вот эта змеиная идеология, она восходит к подлинным надписям Новохудоносора II. Вот, посмотрите. Образ змея, обвившего Вавилон, мог иметь основание в надписи самого Новохудоносора II, который описывал стены своего города следующим образом. «Я привел в порядок имгур-эн-лиль и неметти-эн-лиль, великие стены Вавилона, возвел насыпные стены его рва, как гору, избитому и обожженного кирпича, и окружил окраины города стеной. Я поставил в его воротах свирепых диких медных быков и разъяренных змеев Мушкушу, и на диво заставил Вавилон сиять». Действительно, Вавилонская процессуальная улица, она была полна этих змеев Мушкушу. Ну и далее, с конца XVI века, в этот перечень идущих от Вавилона княжеских домов попадает Московское царство. При Иване Грозном появляется сказание о князьях Владимирских, в котором рассказано, как византийский император Константин Мономах даровал князю Владимиру Всеволодовичу порфиру и скипетр царский, сердоликову крабицу со всем вессоном царским и шапку Мономахову, и же взята от Вавилона. И от того часа прослы великий князь Владимир Киевский Мономах и до сего дни по всей России венчашеся царь Московский в нынешнем вессе Виссом и порфирует царскую и шапку Мономахову. Однако этому мифу о вавилонском происхождении русской царской власти активно противостоял антивавилонский миф, связанный с именем старца Филофея и с его знаменитой впоследствии формулой Москва-Третий Рим. Послания Филофея написаны в конце 1523-го, в начале 1924-го годов, и они посвящены опровержению предсказания Иоанна Штефлера. Был очень известный ученый, астроном Штефлер, который издал «Альмонах». И в этом «Альмонахе» он предсказал, что 20 февраля 1524-го года это дата нового потопа, и большая часть человечества погибнет. И его ученик, ученик Штефлера, живший в России, Николай Немчинов, сообщил об этом князю Василию Третьему. Возникла паника, так же, как повсюду в Европе, и вот рассуждения Филофея, они были призваны к тому, чтобы эту панику устранить. Прежде всего, Филофей отвергает какое-либо значение астрологии, поскольку звезды, как неодушевленные тела, не могут оказывать влияние на судьбу людей или народов. Астрологии он противопоставляет иное объяснение исторического процесса. По мнению Филофея, причиной изменений является божественная воля, а причиной падения царств всегда была неспособность удержаться в истинной вере. По-видимому, это главная религиозная антитеза. Промысел Божий против предсказания по звездам в результате решила судьбу идеи России, как Третьего Вавилона. Хотя к ней прибавляется и богословское обоснование. Служение апостола Павла происходило именно в Риме. И вот Филофей пишет Дьяку Михаилу Григорьевичу, а что касается семи планет и двенадцати звезд Зодиака и прочих звезд и плохих часов и рождение человека под какой-то звездой, все только щунство и басни. Первыми халдеи это написали, которые в суете ума своего построили башню и на высоту попав, соблазнились звездами. Бог же, видя безумие их, замысел их рассеял и дело разрушил, и писание их отверг. От них же и греки писания эти восприняли, и те планеты и прочие звезды богами назвали и отошли от Творца и поклонились сотворенному им. Вот это концепция послания Филофея. Восемнадцатый век был временем перехода от Филофея к новой вавилонской символике. Филофей фактически закрывает тему Третьего Вавилона до самого конца семнадцатого века, когда со стороны Речи Посполитой в русскую политическую идеологию через Симеона Полоцкого прежде всего не проникли имена и метафоры, связанные с античной интерпретацией месопотамской истории. Это висячие сады Семирамиды, Мин, Семирамиды, Сардонопал. Титулатура Петра в этом контексте находилась в русле присоединения к европейскому идеалу античности. После же Петра метафоры власти в России становятся отчетливо вавилонскими. Елизавету и Екатерину называют Симирамидами, погрязших в роскоши вельмож сардонопалами, петербургские дворцы сравнивают с висячими садами Вавилона, а масонов с халдеями. Таким образом, вот можно сказать, что символика, связанная с имперством и императорские титулы Петра находятся в русле этой генеральной тенденции нового возведения российского царства к древним царствам. Теперь уже не к древневосточному царству, а к римскому. Что было отходом от концепции Филофея? Спасибо за внимание.